Привет! Меня зовут Диана, и я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Тут я рассказываю, как можно покрасить ткани, одежду в домашних условиях, используя продукты, цветы, специи. А еще я рассказываю, как можно сделать натуральный принт на одежде с использованием листьев и цветов. Еще у меня здесь есть Испания, но сейчас у нас так жарко, что моя активность ограничивается только утренним и вечерним временем. Поэтому я даже не знаю, что тут можно еще рассказать. Но вдруг у вас есть вопросы, касаемые Испании, то напишите мне, пожалуйста, их в комментариях. Я с удовольствием запишу ролики на эту тему. Ну а тема сегодняшнего видео – это будет подготовка, а именно стирка целлюлозных тканей перед покраской. Для того, чтобы результат натуральной покраски, натурального принта получился качественным, красивым, равномерным, без разводов, пятен и долго не помывался из ткани, очень важно правильно ткань постирать. И особенно это касается новых изделий. Ведь, насколько вам известно, что во время производства на волокна ткани оседает очень много пыли, грязи и других продуктов производства. И наша цель – полностью очистить волокна. И благодаря этому мордан, протрава сможет лучше закрепиться на волокнах тканей. И уже в дальнейшем, когда вы будете красить, то результат покраски тоже будет лучше, качественнее и дольше будет держаться на ткани. Поэтому сегодня будем учиться правильно стирать. И для этого, в первую очередь, конечно, нам потребуется эта ткань. Вот здесь она у меня замочена. Дальше нам нужна будет сода, большая кастрюля и вода. Ну а теперь я предлагаю шаг за шагом, этап за этапом рассмотреть эту тему. В первую очередь, нам необходимо выбрать ткань. Повторюсь, что эта методика подходит для целлюлозных тканей, к которым относятся, например, как хлопок, лен, либо смесь. Дальше нам необходимо взвесить сухую ткань и записать эту цифру. Она необходима для того, чтобы рассчитать, сколько нам необходимо взять соды. В дальнейшем, когда мы перейдем к этапу протрава, морданта, сколько нам необходимо взять алюминия. И уже в третьем, сколько мы берем красящего продукта, например, кожуры граната, авокадо или что-то, может быть, на ваш выбор другое, чай, например. И да, от этой цифры мы будем производить все наши вычисления. А дальше, когда уже ткань взвешена, нам необходимо ее замочить в холодной воде на 6-8 часов минимум. Можно оставить на двое-трое свуток, но посмотрите, чтобы там не начала образовываться плесень. Дальше мы берем кастрюлю, большую кастрюлю, такого размера, чтобы ткань могла там хорошо плавать и хорошо смогла очиститься, постираться. И имейте в виду, что, конечно, эта кастрюля должна быть та, в которой вы в дальнейшем не собираетесь готовить еду. Это очень важно. Берем также соду. И все. Давайте сейчас я буду наливать воду и уже стирать ткань. Всем знакомую же кастрюлю. Ой. Уливаем воду. Нам необходимо довести воду до температуры 80-90 градусов. Но если у вас нет термометра, то просто доведите ее до кипения и не давайте ей там бурлить. Дальше необходимо взять какую-нибудь маленькую кастрюльку, в которой мы будем растворять соду. Нам необходимо взять 5 граммов соды на каждые 100 грамм сухой ткани. В моем случае у меня 134 граммов сухой ткани, поэтому я буду брать 6.7 граммов соды. Конечно, можно взять и 7 граммов, в этом нет ничего страшного. Округляйте в большую сторону. Возьмем сейчас кастрюльку. Таким образом мы растворим полностью соду. И потом можно взять венчик. Сейчас мы можем уже добавить ее в кастрюлю. Тоже почти вскипело, и сейчас можно будет взять ткань и выжать ее. Прошел целый час с момента, как я поставила ткань вариться. Приходила, я ее мешала каждые 10-15 минут. И обратите внимание, что вода такая мутная, желтая. Это в нашем случае очень даже хорошо. А если все-таки она будет особенно грязная, то вы можете повторить этот этап второй раз. Сейчас я выключила плиту, закрыла крышкой. И мне необходимо дождаться, пока она полностью остынет. И уже дальше я буду ее ополаскивать. Потом сушить, либо уже переходить к следующим этапам натуральной покраски. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Я надеюсь, что оно будет вам полезным в знакомстве с темой натуральной покраски. И, конечно, удачи в проектах. До скорых встреч. Пока!